На старой сортировке горит завод. Предположительно, завод. В Екатеринбурге в восьмом часу утра на автомагистральной 39, что на старой сортировке по пока не установленной причине, приключился самый грандиозный пожар, наступившего 2020 года у нас в горах, которому огнеборцы присвоили третий ранг сложности, а случается это капец, как очень сильно крайне редко, только на самых мощных воспалениях. Ну, к примеру, по третьему номеру тушили 4 октября 1988 года на сортировке две рванувшие железнодорожные цистерны со взрывчаткой, отчего форточки подкрывались тогда во всем Екатеринбурге. На этот раз на автомагистральной загорелся двухэтажный склад, в котором находились две технологические установки с горючей жидкостью, объемом по 24 куба каждая, и огромное множество более мелких емкостей с ЛВЖ. В городе Екатеринбурге произошел пожар в одиностроительном производственном здании, горели технологические установки с горючей жидкостью, а также готовая продукция в емкостях. Площадь пожара составила 200 метров квадратных. Силы и средства Екатеринбургского пожарно-специального гарнизона были привлечены по повышенному рангу пожара пожар номер 3. Помимо того, что пылающий склад был нафарширован горючкой, заливать которую трудно, его тушение осложнялось еще и тем, что ближайший стационарный водоисточник системы «Гидрант» находился в километре от эпицентра, и пришлось огнеборцам тянуть километровую магистраль. Дабы ускорить процесс утушки, на место гигантского пожара подогнали пожарный поезд с дополнительной влагой. На месте работал оперативный штаб, создан три боевых участка. Сложности тушения заключались в отсутствии противопожарного водоснабжения на территории объекта. Для тушения пожара был дополнительно задействован пожарный поезд. В пиковый момент в тушении пожара на складе участвовали 114 огнеборцев и 36 единиц техники. Вот это вот и называется «прибыли по третьему номеру». И понятно, что если брошено столько сил и средств, то красному петуху не устоять. Не важно, что он пожирает – горючую жидкость, сухую древесину или вообще коробки с петардами. Открытое горение было ликвидировано в 12-м часу утра, то есть через 3 часа 51 минуту с момента возгорания. А о полной утушке склада с ЛВЖ пожарные отчитались в 3 часа по полудни. Естественно, склад выгорел на 200 квадратах до скелета, до остова. На пепелище остались торчать только негорючие предметы. Но хорошим достижением пожарных можно считать то, что они не дали петуху переползти на соседние ангары. Для хозяев этих складов это важный материальный аспект. Если бы этот репортаж писала Грета Тунберг, она бы по-любому акцентировалась на экологических нюансах. И они действительно были. Если горят тонны горючки, то понятно, что все небо вокруг эпицентра затягивает дымовой завесой. В частности, во время пожара очень сильно упала видимость на Серовском тракте. И, конечно, возникает вопрос, а не опасен ли этот дымный выхлоп для населения? На месте работали специалисты передвижной химической лаборатории. Превышение предельно доступных схемы концентратных вредных часей в воздухе не зарегистрировано.